Япония это не только страна восходящего солнца и цветущей сакуры, но и невероятной архитектурной красоты и удивительной природы. Сегодня мы отправимся в путешествие по горам, озерам и даже песчаным дюнам Японии. И познакомимся с традиционной архитектурой, которой уделяется внимания изящности, простоте и деталям. Друзья, на своем канале я рассказываю о достопримечательностях и интересных фактах о разных странах. Если вам интересен подобный контент, то подписывайтесь, чтобы видеть уведомления о новых роликах. У меня также есть второй канал с обзорами на зарубежные учебные заведения. Если вы школьник, студент или родитель, интересующийся учебой за границей, рекомендую подписаться и на канал с Maps Education. Дюны Тоттери, также известные как Тоттери Сакю, создавались на протяжении тысячелетий ветром и песком, приходящими с гор Тюгоку и переносимыми рекой Синдай в Японское море. Дюны тянутся на 16 километров вдоль побережья и достигают высоты до 50 метров. Возраст их оценивается примерно в 100 тысяч лет. Здесь можно не только лицезреть природную красоту, но и заняться сэндбордингом, покататься на верблюдах, полетать на параплане. В вечернее и ночное время здесь приятно наблюдать закаты и звезды. Помимо самих песчаных дюн, в этом районе есть несколько других достопримечательностей, в том числе музей песка, в котором представлены масштабные песчаные скульптуры, созданные художниками со всего мира. Песчаные дюны Тоттери были показаны в популярном аниме-фильме «Останься со мной, Дораэмон», а также использовались в качестве места съемок других фильмов и телешоу. Например, фильма «Женщина в песках» 1964 года режиссера Хироси Тосигахара по роману японского писателя Кобо Абе. Соглашусь, что в Японию для многих добраться достаточно сложно, но на подобное чудо природы можно посмотреть и в Дагестане. В одну из своих поездок я снимал Бархан Сарэкум. Познакомиться с ним можно в моем выпуске «Природа Дагестана». Гора Цао – это горный хребет, расположенный в северо-восточной части Хансю, главного острова Японии. Хребет простирается через границу префектур Мияги и Ямагата и включает в себя несколько вершин, самой высокой из которых является гора Цао. Высота составляет 1841 метр. Геологически хребет представляет собой вулканический комплекс, образовавшийся в результате серии извержений на протяжении миллионов лет. Здесь находится несколько активных и спящих вулканов, включая гору Цао, которая в последний раз извергалась в 1940-м. Вулканическая активность также создала уникальный ландшафт со множеством горячих источников и вулканических кратеров, которые привлекают посетителей со всей Японии и не только. Одной из самых популярных достопримечательностей в этом районе является Джухео, или снежные монстры, которые представляют собой деревья, покрывающиеся снегом и льдом в зимние месяцы, создавая одновременно жутковатые и красивые формы, напоминающие монстров. Озеро Кавагутти. Живописное озеро, расположенное в северных предгорьях горы Фудзи в префектуре Яманаси. Это второе по величине из пяти озер Фудзи и популярное туристическое направление, которое стало таковым благодаря своим потрясающим видам на гору Фудзи, особенно во время весеннего сезона цветения сакуры и осенней листвы осенью. Озеро расположено на высоте 800 метров над уровнем моря и имеет максимальную глубину 15 метров. В дополнение к своей живописной красоте, озеро Кавагутти также известно своими горячими источниками, или онсен, которые предлагают посетителям возможность расслабиться, созерцая озеро и гору. Озеро использовалось в качестве декорации для нескольких известных произведений искусства, в том числе и гравюр на дереве Кацусики Хакусай. 36 видов горы Фудзи. Пляж Джодогахама расположен в городе Мияко, префектура Иваты, в северо-восточном регионе главного японского острова Хансю. Пляж известен своими кристально чистыми голубыми водами, белым песком и уникальными скальными образованиями, которые со временем были размыты океанскими волнами. Название Джодогахама в переводе с японского означает «пляж чистой земли». И, как говорят, было дано буддийским монахам, который был впечатлен безмятежной красотой пляжа. Одной из самых уникальных визуальных особенностей пляжа Джодогахама является контраст между голубой, синевой водой и белизной песка, который создает поразительный пейзаж. Здесь также расположено несколько крупных скальных образований, в том числе знаменитая скала Канон, которая напоминает лицо буддийской богини. Руины замка Такады, также известные как парк Такады, который расположен в городе Дзуэцу, префектура Ниегата, центральной части Японии. Первоначально замок был построен в 1614 году феодалом Маэда Тосинага и служил важным военным оплотом. Замок известен своими впечатляющими каменными стенами, которые были построены с использованием традиционной японской техники. Стены украшены прекрасными вишневыми деревьями, которые цветут весной, что делает его популярным местом для наблюдения за цветением вишни. Руины замка, особенно популярны во время фестиваля замка Такады, который ежегодно проводится в конце апреля-начале мая. Во время фестиваля территория замка украшается тысячами бумажных фонариков и в окрестностях проводятся различные культурные мероприятия и представления. Озеро Тюдзензи расположено в национальном парке Ника в префектуре Тотиги на высоте 1269 метров над уровнем моря. Озеро образовалось в результате извержения Гары Нантай, стратовулкана, который поднимается на высоту 2486 метров. Рядом с озером Тюдзензи есть несколько туристических достопримечательностей, в том числе водопад Кегон, один из самых известных водопадов Японии. Водопады расположены на северной оконечности озера и каскадом спускаются с 97-метровой скалы. Еще одной популярной достопримечательностью является храм Тюдзензи, который был построен в 17 веке и посвящен буддийской богине Милосердия. Озеро также известно своими горячими источниками, где посетители могут расслабиться в целебных водах. Озеро было популярным местом летнего отдыха иностранцев в эпоху Мэйдзи в 1868-1912 годы. И в этом районе было построено много вилл в западном стиле. Озеро и прилегающая территория объявлены национальным парком, и они охраняются японским правительством для сохранения их природной красоты и культурного значения. Остров Миядзима. Миядзима, также известный как Ицукусима, небольшой остров, расположенный в Хиросимском заливе, в западной части Японии, знаменит своими культовыми плавучими воротами Тори, которые считаются одной из самых красивых достопримечательностей Японии. На острове находятся несколько храмов и святынь, в том числе храм Ицукусима, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Миядзима считается священным островом в Японии. Говорят, что это обитель богов. На острове обитает более тысячи диких оленей, которые в синтаизме считаются посланниками богов. Храм Кинкакудзи. Знаменит своим павильоном, который покрыт сусальным золотом и стоит на краю Тихого пруда. История Кинкакудзи восходит к XIV веку, когда храм был построен как вилла для уединения сюгуна Осикаги Ясимитсу. После его смерти вилла была преобразована в храм Дзен, в соответствии с его пожеланиями. Золотой павильон представляет собой трехэтажное здание, построенное в XV веке. Он стоит так, что отражается в окружающем его пруду, создавая впечатляющий визуальный эффект. Два верхних этажа павильона украшены замысловатой резьбой по дереву и содержат важные буддийские реликвии. Сады храма, которые были спроектированы в традиционном японском стиле, также являются популярной достопримечательностью. В садах есть множество живописных мест, включая небольшой водопад, чайный домик и несколько скальных образований, которые, как говорят, представляют буддийских божеств. В дополнение к своей эстетической привлекательности, Кинкакудзи считается важным культурным объектом в Японии и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сиракаваго и Гокаяма – это две традиционные японские деревни, расположенные в горных районах Центральной Японии. Обе они включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО за их уникальную традиционную архитектуру и образ жизни их жителей. Сиракаваго расположена в префектуре Гифу, в то время как Гакаяма – в префектуре Таяма. Обе деревни известны своими традиционными фермерскими домами. Гасио-Дзукури, которые представляют собой большие деревянные дома с крутыми соломенными крышами, напоминающими форму молитвенных рук. Соломенные крыши спроектированы таким образом, чтобы выдерживать сильные снегопады в регионе. Деревни были основаны в XI веке и веками сохраняли свой традиционный образ жизни. Жители этих деревень сохранили свои уникальные культурные традиции, включая сельское хозяйство, лесоводство и изготовление лакированных изделий. Эти деревни были в значительной степени изолированы от остальной Японии в течение многих лет, что помогло сохранить их традиционный образ жизни и культуру. Даже сегодня жители Сиракава-Го и Гокаямы сохраняют свои уникальные культурные традиции. В дополнение к традиционным фермерским домам, как в Сиракава-Го, так и в Гокаяме, есть несколько культурных и исторических достопримечательностей, которые стоит посетить. Замок Агимачи в Сиракава-Го является популярной достопримечательностью. В деревнях также проводится несколько фестивалей и мероприятий в течение всего года, включая зимнее мероприятие Light Up, которое освещает деревни ночью тысячами мерцающих огней. Замок Мацумото, также известный как Замок Ворона, из-за того, что напоминает ворона расправляющего крылья. Замок Мацумото – один из самых известных и хорошо сохранившихся замков в Японии. Он был объявлен национальным достоянием. Дизайн замка уникален среди японских замков, со сложной планировкой башенок, соединенных коридорами и переходами. На верхнем этаже замка также есть своеобразный павильон для наблюдения за луной. Внешний вид замка выполнен из черного лакированного дерева, которое должно было защитить замок от пожара и затруднить обнаружение врагами на расстоянии. В основании одной из стен замка есть потайной люк, который использовался защитниками-самураями для внезапных атак на вторгшихся врагов. Замок Мацумото когда-то использовался как военная база и тюрьма в период Мэйдзи, а во время Второй мировой войны он служил военным полигоном для дренировок. Замок Мацумото сыграл важную роль в истории Японии, служа военной цитаделью и центром управления в период воюющих государств. Он также был местом нескольких сражений и перерстрелок в период Эдо. И только в конце 19 века замок потерял свое стратегическое значение. Замок Мацумото один из немногих оригинальных замков в Японии, который просуществовал более 400 лет. Друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях факты о каких странах вы хотели бы узнать. Также заходите на мой второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу. И разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях, которые меняли мир. Называется канал Smaps Education и я рекомендую подписаться на него школьникам, студентам, родителям, если вам интересна тема учебы за границей. Субтитры создавал DimaTorzok